Война, письма домой Последняя книга была написана буквально несколько дней назад, и вот она вышла в свет. Книга, в которой есть две сюжетные линии. Первая, наверное, и самая главная – это более 150 писем одного единственного фронтовика, нашего с вами земляка, студента педагогического института, который в сентябре 1941 года был призван в ряды Красной армии и осенью 1944 года бесследно исчез. То есть вот этот вот пласт писем, их более 150, рассказывает о его военной жизни в разных, так сказать, проявлениях. Потому что он был и в учебке, и на фронте, непосредственно на передовой, в какие-то моменты чуть более оттянутым в тылу, потом получил на передовой ранение, лечился в госпитале, затем учился в офицерском училище, и затем снова был направлен на фронт. Вот, где вот осенью 1944 года с ним произошла какая-то не совсем понятная история, до конца не ясная. Вот, и он конул в лету. Вторая сюжетная линия – это мое знакомство с семьей этого фронтовика. Звали его Арсений Дмитриевич Благонравов, проживал он в Рязани на улице Свободы. Вот, и мои поиски, ну, его, восстановление его судьбы все-таки много удалось найти и узнать, но на самый главный вопрос так мы не ответили. То есть книжка вот с такой дилеммой. Каждый прочитавший ее уже сделает свой вывод, что же он погиб или, получив тяжелое ранение, все-таки остался жив. Книга написана в соавторстве с Александром Анитовым. Это внучатый племянник нашего героя. Вот, собственно, в семье Анитовых и хранились эти вот письма с фронта. А как пришла идея создать такую книгу? Ну, идея пришла не сразу, поскольку сначала, когда я узнал, что, ну, вот в семье Анитовых хранятся фронтовые письма некого родственника, ну, я довольно-таки прохладно отнесся к этому, потому что, ну, такие письма хранятся во многих семьях, они есть практически в каждом музее. Вот, то есть сначала такого никакого рьяного желания заниматься этой темой не было. Но просто во время одной из наших встреч, она не касалась вообще военной темы, тема с Александром Анитовым, он принес показатель эти письма, достал коробку внушительную, достал из этой коробки огромную пачку, и когда я увидел этот объем информации, который был написан непосредственно вот оттуда, с фронта, да, с передовой, у меня прям промелькнула мысль, что, возможно, в этих письмах умстилась история всей войны. Вот, ну, заинтересовался этим объемом. Потом начали вместе с Александром Анитовым их разбирать, пытаться прочесть, а это не всегда было сделать легко, потому что, как писал сам автор в своих письмах, он там подписывает, пишу на коленке, пишу на котелке. Писал он обычно простым карандашом, и понятно, что за минувшие 70 лет яркость там где-то совсем потерялась, где-то почерк его трудно читается. Вот, ну, когда начали вдаваться уже в содержание писем, нам показалось оно любопытным, интересным. Ну, и пришла, наверное, тогда вот первая мысль о том, чтобы все это собрать воедино, выстроить в хронологию и издать. Вы работали в соавторстве. Кто чем занимался? Да, мы работали в соавторстве. Огромный пласт работы, может быть, даже основной, проделал Александр Анитов, потому что он разбирал и, если так можно сказать, переводил на русский язык вот эти вот нечитаемые письма. Я, в свою очередь, пытался набрать фактологию на книге, потому что, ну, во-первых, он в силу войны и цензуры никогда не упоминает номер своей части, где они воюют, что сейчас происходит на фронте в глобальном понимании. Я добавлял фактологию вот в эти письма, чтобы сделать их понятными читателю, и также представил на страницах свою историю знакомства с этой семьей, семьей Благонравов-Ханитовых, поскольку, ну, она довольно-таки тоже получилась неожиданно, интересной, местами даже мистическая. Четыре года информации, но с 41-го по 44-й большой объем. С какими трудностями приходилось сталкиваться? Ну, трудности, наверное, в первую очередь связаны как раз-таки с расшифровкой почерка, а во-вторых, большие трудности были с датировкой, потому что не все письма сохранились в полном объеме, не сохранились часть конвертов, и поэтому, чтобы выстроить все в хронологию, а в книге письма, естественно, выстроены в хронологическом порядке с сентября 41-го по осень 44-го, приходилось вчитываться, ну, как бы, ну, это и хорошо, наверное, так и нужно было делать, детально углубляться и, ну, чувствовать уже себя как бы автором этих писем, потому что нужно было жить его жизнью, чтобы понять, что за чем происходит. Вот, плюс к тому же он, ну, не знаю, в силу каких-то, наверное, объективных причин путался в месяцах очень часто, сначала мы одно письмо относили на один период, потом читали, читали вот так вот, вживаясь в его образ, понимали, что нет, оно находится не здесь, а чуть назад его сдвигали или чуть вперед. Вот, ну, и сложности были, конечно, с тем, что в силу вот этой вот военной цензуры нельзя было ему упоминать номера частей, номера госпиталей, но, собственно, он до Рязани доводил вот этот минимум вот этой, как сказать, такой точной армейской информации, а хотелось, конечно, чтобы читатель представлял всю картину, понимал, какая часть, где она сражается, какой госпиталь, где он дислоцирован, где расположен, что за медперсонал там и так далее. Ну, и сложности были связаны с архивной работой, потому что, естественно, пытаясь установить вот эту вот развязку, концовку его жизненную, да, мы направили, направляли запросы во многие архивы, начиная от государственного архива Рязанской области, где нам всегда очень помогают, там работают очень добрые, отзывчивые люди. Конечно, это Центральный архив Министерства обороны в городе Подольске, его филиал в городе Санкт-Петербурге, где хранятся военно-медицинские документы, и также буквально забросали различными запросами Республику Карелию. В чем были сложности? В сложности в том, что необходимо было получить ответ как можно скорее, вот, а не всегда это получалось. Вот, ну, в конечном итоге все ответы мы получили, и, ну, как бы, вот на таком тоже официальном уровне выяснили, что его судьба не выяснена. Ну, вот, пару слов о самом главном герое. Во сколько лет он был призван, в каком звании, кем он служил и в каком звании закончил? Арсений Благонравов, как я уже сказал, коренной рязанец. Он родился в 1923 году. Единственный ребенок в семье. Семья интеллигентная. Мама-учительница в школе, папа-преподаватель в УЗИ, в педагогическом нашем. В 1941 году, как раз он относился к тому роковому поколению мальчишек, которое практически полностью сгинуло на полях Великой Отечественной войны, он окончил Рязанскую школу номер два. Это нынешняя гимназия номер два. То есть ему было 18 лет, получается? Верно. В 18 лет он был призван в ряды Красной армии. Но до этого летом он успел поступить в Рязанский педагогический институт на физико-математический факультет. Уйдя на фронт в 18-летнем из интеллигентной семьи, он, конечно, был еще совсем мальчиком. Понятно, что когда один ребенок в семье, его лели, оберегали. И вот этот путь становления от мальчика до мужчины, он как раз и описан в письмах. Чувствуется, что ему было сложно, чувствуется, что его буквально разрывают иногда негативные эмоции от всего вот этого, что он видит вокруг себя. Он рассказывает о том, как он первый раз попробовал алкоголь. Он рассказывает о том, как он решает курить. Так как он очень был в близких отношениях со своими родителями, вот это вот все он доносит до своих родителей. Ну, конечно, он пытается это как-то сгладить все, но все равно это вот интересно его возмужание, его изменение картины восприятия мира в его глазах. Евгений, и последний вопрос. Это ваша не первая книга, третья, если не ошибаюсь. И все они написаны о войне. Почему был выбран этот период? Работая журналистом, однажды я как раз столкнулся с военной тематикой, с военно-крывической тематикой. То есть необходимо было сделать материал, посвященный военным событиям на Рязанской области. И вот во время работы над этим материалом я понял, что очень мало вообще всего известно о тех событиях, которые произошли здесь, на Рязанской области. Потому что как-то было принято считать, что войны у нас практически не было. И тем, кто занимался историей, наш край был неинтересен. То есть где-то изучали и копали под Сталинградом, в районе Курска, Смоленск, такие более классические военные города. А Рязань и события, произошедшие здесь, как мне показалось, незаслуженно были проигнорированы. И тогда, еще 10 лет назад, начав этим заниматься, скапливался огромный пласт информации, который в конечном итоге захотелось представить в какой-то более долговечной форме, чем просто газетная статья. Вот, соответственно, так появилась первая книга, которая, наверное, даже, к моему удивлению, была очень хорошо встречена читателями. Первое издание этой книги разошлось буквально за полгода. Нам пришлось делать второе издание этой книги. Читатели попросили продолжения. Потому что первая книга называлась «Рязань. 12 эпизодов войны». То есть, там было представлено 12 эпизодов, связанных с событиями военного времени, произошедших на территории непосредственно города Рязани. 12 эпизодов – это, конечно, малая только часть того, о чем можно было рассказать. Вот, и читатели попросили продолжить. Так появилась вторая книга «Рязань. Обратная сторона фронта», которая тоже была очень тепло встречена, получила хорошие отклики. Но вот эту линию как-то не хотелось продолжать дальше, потому что можно просто было встать на конвейер, да, и каждый год выпускать там еще эпизоды войны, еще, еще, еще. Все-таки надо как-то разумно подходить и к изданию книги, и вообще к военному времени. И поэтому, как я говорил, задачи выпустить третью книгу не было. И то, что вот эти вот 150, более 150 писем попали мне на глаза, это, ну, как бы, я считаю, что это случайность. И третья книга, она во многом рождена вот таким вот случайным образом, незапланированным, если можно так сказать. Но вместе с тем, когда мы уже начали работать над ней, получили отклик, люди сказали, что да, они ждут. Более того, люди помогли нам в ее издании. Отдельные вот слова благодарности хочется сказать вице-губернатору Рязанской области, Игорю Михайловичу Грекову, вот, который поверил, доверил, помог нам с этой книгой. Вот, ну, и сейчас она делает первые шаги. Посмотрим, насколько наш герой понравится нашим читателям. Евгений, спасибо большое, что стали сегодня нашим гостем, ответили на интересующие нас вопросы. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова